Сегодня я хочу с вами обсудить последние новости мира косметики и не только новости, это будут и какие-то слухи на косметическом рынке, какие-то тизеры. Косметический рынок настолько быстро развивается, что мне кажется, что если ты даже самый быстрый в мире блогер, все равно невозможно охватить абсолютно все и о всем рассказать. Поэтому я подумала, что такая тема видео будет интересна и если действительно вам понравится моя идея, то я возможно превращу это в какую-то серию видео. Может быть раз в месяц приблизительно будем с вами все это обсуждать. И перед тем, как мы с вами приступим, последняя маленькая деталь. Если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте также колокольчик, потому что если колокольчик не нажат, YouTube может вам не показывать мои новые видео, даже если вы на меня подписаны. Поэтому если вы не хотите меня потерять, нажимайте колокольчик и давайте уже приступать. По мне тут самый горячий тизер этого лета, это тизеры от Jacqueline Hill. Она уже очень долго, годами уже говорит о том, что она собирается выпустить свою собственную линию косметики, которая так и будет называться Jacqueline Hill Cosmetics. И даже уже во всех соцсетях это имя зарегистрировано, в том числе и в Инстаграме, и в Твиттере, по-моему. Но там ничего годами не происходит. И уже ближе к вот этому периоду все начали подозревать, а что если это опять будет коллаборация с Morphe. Если вы не знаете, то американское бьюти-сообщество не очень хорошо воспринимает вообще марку Morphe в целом, особенно с подачей Jacqueline Hill, потому что она, как никто другой, очень сильно рекламирует этот бренд. И людям, в общем-то, это так немножко осточертело, что они, когда начали смотреть на эти свочи, то просто начали уже молиться, пожалуйста, пускай это будет не коллаборация новая с Morphe. Но вот буквально на днях мы узнали, что это все-таки коллаборация с Morphe. Эти палетки будут не такие стандартные, большие на 35 оттенков, как ее коллаборация в прошлом году. Вот, вот эту палетку я имела в виду, она вышла в прошлом году. В этом году нас по формату ждет что-то типа палетки KKW и Mario. Если я не ошибаюсь, в палетке вот точно так же будут расположены 10 оттенков теней. Но посмотрим, на самом деле я ничего против не имею Morphe и коллаборации Morphe с Jacqueline Hill, потому что я обожаю вот эту палетку Jacqueline Hill. Сразу опережу многие вопросы. Все, о чем я сегодня буду рассказывать, скорее всего, будет доступно только в интернете, поэтому это нужно будет заказывать в интернете. А вообще сейчас появился просто революционный сервис, который помогает отслеживать динамику цен. Многие не знают, что такие известнейшие магазины, как LaModa или KupiVIP, используют хитрую систему ценообразования. И одна и та же вещь с утра может стоить дешевле, в обед дороже, а ночью вообще уйти на скидку. Зачем это делают интернет-магазины, не совсем понятно, но факт в том, что можно не дожидаться распродаж, а ловить такие акции и покупать товар на 10-40% дешевле просто за счет колебания цены. Хочу вам показать принцип работы этого сервиса. Захожу в интернет-магазин и нахожу товар, который нравится и хочу купить. Копирую ссылку на товар и добавляю его в личный кабинет DeShopper. Жду несколько дней и получаю уведомление на почту, как только цена меняется. Перехожу по ссылке из письма или админки в интернет-магазин и покупаю. Вот так все просто. Покупку я делаю напрямую в интернет-магазине без каких-либо посредников. Это не кешбек-сервис, DeShopper просто помогает мне отслеживать динамику цен, причем он сохраняет любые изменения стоимости товара. И потом можно посмотреть, как менялась цена. Советую вам сразу добавлять очень много товаров, так как не факт, что цена будет сильно меняться на какой-то один конкретный. Ну вот, к примеру, я добавила очень похожие кроссовки New Balance и куплю те, цена которых снизится больше всего. Сервис абсолютно бесплатный, ссылка на него будет в описании. Еще одна, на мой взгляд, супер горячая новинка этого лета, это новинки от Colourpop. Они выпустили тональные основы, рассыпчатые пудры и компактные пудры. Я когда увидела фотографию тональных основ Colourpop в соцсетях, моя реакция была приблизительно такая. Но потом я такая, так, Ира, подожди, ты же не любишь консилер из линейки No Filter, а тональная основа и эти пудры это тоже как бы часть этой линейки сейчас. И я подумала, нет, наверное, я так сразу прям не буду покупать, я посмотрю несколько обзоров. Пока мнение такое противоречивое. В принципе, мы все знаем, что Colourpop это бюджетная марка, они не выпускают дорогую косметику, но все равно 12 долларов на самом деле это довольно стандартная цена для масс-маркета, для тональных основ. И вот я хочу спросить вас, было бы для вас интересно, если бы я это все заказала, протестировала и поделилась с вами своим мнением? Или для вас это тоже такой себе релиз, как бы мимо проходящий? Кардашиан решила не сильно задерживаться на коллаборации с Марио и уже выпустила новинку, она выпустила линейку помад нюдовых от очень светлого до супер темно-коричневого оттенка и также три карандаша для губ. Стоит вся эта радость, будет, конечно же, не дешево, но в то же время, вот что мне нравится в бренде KKW, она бы очень легко смогла бы сделать ценник намного выше, и все равно бы люди покупали, но она все-таки старается балансировать, то есть делать цены не настолько огромными, как многие люксовые бренды, но в то же время компенсирует это за счет того, что объем она дает небольшой, но мне абсолютно не нравится упаковка, я не проникла с тем, что там вот такой вот прозрачный пластик, может быть, вживую она выглядит лучше, но исходя просто из фото, меня пока это абсолютно не интересует. В Банде Кей такое впечатление, что восстал из мертвых, потому что они сейчас выпускают палетку, которая будет называться Born to Run, и на самом деле я уже настолько давно не видела от них каких-то интересных релизов, вот все было вот никак просто, и насколько они были на волне популярности, когда появились палетки Naked, все, все до единого хотели эти палетки. После этого что-то как-то все, какой не релиз, ничего интересного не происходило у них в бренде, палетка будет стоить достаточно дорого, дешевле, чем Naked, но все равно достаточно дорого, и для меня лично это такой релиз тоже мимо проходящий, потому что мне кажется, Urban Decay нужно сделать апдейт своей формулы теней, потому что если когда-то она была реально крутой, то сейчас, при том, какая формула, например, у тех же Colourpop, и палетки их стоят в три раза дешевле, Urban Decay вот как-то не вытягивает эту планку, на мой взгляд, по крайней мере, то есть их матовые тени, ну, как бы обычные, металлики не настолько яркие, как мне бы, например, хотелось, и как сейчас популярно. Чего я, кстати, жду у нас, это поступление новой коллекции L'Oréal, шоколадных помад, они по отзывам очень интересные, во-первых, они очень круто пахнут шоколадом, по крайней мере, так утверждают блогеры, которые их уже попробовали, и там реально есть интересные оттенки, поэтому для меня эта коллекция все же более интересна, тем более это L'Oréal, мы не разоримся, если мы купим пару помад от L'Oréal, Джеффри Старр и Мэнни М.Ю.А. Господи, сколько шумихи было по поводу этих двух релизов, американское бьюти-сообщество вообще, по-моему, сходило просто с ума от этих двух релизов, потому что столько там было обсуждений, один у другого украл идею, или что там произошло, вообще, если вы не в курсе, Джеффри Старр с Мэнни были когда-то лучшими друзьями, насколько сейчас это выглядит, они вроде как поссорились, и мало того, что они просто не общаются, и нигде не появляются вместе, так они еще и расфоловили друг друга в соцсетях, и когда такие гиганты, грубо говоря, совершают такие публичные действия, то, естественно, это очень заводит фанов, они начинают строить какие-то там теории, из-за чего, что произошло, ну, что конкретно произошло, неизвестно, никто из них ничего не сказал, но это на самом деле абсолютно и не важно, мы сейчас говорим конкретно о новых релизах, изначально Мэнни выпустила свою палетку, которая называется Life's a Drag, для меня лично это очень, не очень палетка, потому что я, когда ее увидела, во-первых, меня поразил ее дизайн, у меня такое впечатление, что на ее дизайн было потрачено полчаса в фотошопе, ну, вот этот вот какой-то базовый шрифтец, ну, вот эта фотография в стиле Huda Beauty, и, кстати, там есть такой один момент, на этой палетке написано, что оттенки, которые красного цвета, они не предназначены для глаз, почему это происходит, потому что он сделал свою палетку Cruelty Free и Vegan, пока что она не зарегистрирована как Vegan, то есть веганская, она пока не зарегистрирована, но она Cruelty Free, это значит, что для того, чтобы сделать вот эти красные оттенки, он не использовал ингредиент, который называется Carmine, это животного происхождения ингредиент, грубо говоря, это перемеленные жуки, которые создают вот этот красный оттенок, этот ингредиент широко распространен в косметике, то есть если вы видите вот красноватые тени, такие бордовые, насыщенные, красные, чаще всего, если это не Cruelty Free и не Vegan формула, то там этот ингредиент будет, тем не менее, он его решил не использовать, но согласно FDA, это организация в Америке, которая регулирует составы, и что вообще выходит на рынок, что запрещено, что не запрещено, короче, они до сих пор, вот эти веганские пигменты красные, они считают их небезопасными для глаз, потому что они могут оставить след на коже, то есть окрасить кожу, но в то же время в Европе эти пигменты уже признаны безопасными, и если производители используют их в составе, то они уже не обязаны указывать, что эти оттенки не предназначены для глаз, тогда как в Америке это еще является обязательным, и еще и по поводу этого получил он достаточно много негатива, потому что люди не стали вникать в этот вопрос глубоко, они увидели, что это не предназначено для глаз, и сразу, аааа, Мэнни, что ты выпустил? И вообще там еще была такая драма, когда Мэнни вот в день, по-моему, релиза его палетки, Джеффри Старр его публично располовил в соцсетях, и выпустил такой сникпик, превьюшку такую в инстаграме, своей палетке, которую он тоже выпускает очень скоро, она, по-моему, там буквально уже на днях должна появиться, а в общем-то он выпускает палетку Thirsty, и вот мы плавно к ней переходим, на мой взгляд, его палетка намного более интересная, вплоть до того, что мне прям захотелось ее покупать, вот прям ручкой у меня чешутся, и для меня она выглядит очень интересной, там такие нестандартные оттенки, есть как яркие, так и какие-то пастельные, вот именно она такая летняя, вот на нее смотришь, и вот прям видишь в ней лето, я даже подумываю о том, чтобы ее купить, и опять-таки, интересно ли вам будет, если я ее куплю, сделаю на нее обзор, возможно, какие-то более яркие, креативные макияжи постараюсь с ней сделать, на мой взгляд, марка Too Faced, это вот сейчас наравне где-то с Urban Decay, по-моему, они как не выпустят что-то, это настолько неинтересно, я не знаю, что конкретно с ними произошло, потому что опять-таки, их шоколадные палетки, насколько они были популярны, там года 4 назад, наверное, тоже все их скупали, все их хотели, тот же релиз Born This Way, тоналка обалденная просто, потом они выпустили еще консилеры и пудры из этой линейки, тоже достаточно было интересно, сейчас они выпускают какую-то палетку, которая якобы дань уважения всему, что они выпускали, то есть там какие-то оттенки, бестселеры, начиная с 98 года до 2018, но я вот смотрю на эту палетку, мне вот настолько она не нравится, настолько она какая-то неинтересная, настолько она просто вот ни о чем, и вот смотришь и даже не понимаешь, вот как из этих оттенков нужно составить макияж, точно так же в аутсайдерах, к сожалению, для меня оказалась и компания Larac, сейчас они выпускают новую палетку Larac Pro, по-моему, это уже четвертая Larac Pro, и насколько тоже я любила Larac, сколько лет я вообще пользовалась этой палеткой, это, кстати, единственная палетка, в которой у меня рафилы прямо до дырочки, дотертые, то есть реально очень я любила эту палетку, но опять-таки мне кажется, что им вот сейчас надо сделать апдейт формулы, потому что вот эта формула, которая тогда была актуальная, сейчас недостаточно ее, если вы думаете, что 42 доллара за палетку это очень много, подождите, вы сейчас узнаете о новом релизе Dose of Colors, они недавно выпустили однушки теней, и каждая малюсенькая тенюшечка стоит, угадайте сколько, 20 долларов, 20 долларов одна единственная тенюшка стоит, мне кажется, это самые дорогие тени вообще на рынке косметики, вот просто вообще, даже если взять ту же Наташу Денона, и ее палетку разбить просто на количество оттенков, и посчитать сколько они стоят, она дешевле будет, чем вот эти тени Dose of Colors, и сводчи, конечно, там просто феноменальные, это действительно очень красивые тени, и может быть даже если у меня случится какое-то мимолетное помытнение рассудка, я бы заказала себе одну или максимум две тенюшки, то так, чтобы купить прям, я не знаю, штучек там 5-10, так это вообще, мне кажется, лучше уже купить сразу палетку Наташи Денона, последняя новость, которая стала просто бомбой в интернете, короче говоря, кто-то сфотографировал рабочий стол Марио до Дивановика, который недавно делал коллаборацию с Ким, вот я вам показывала эту палетку, KKW и Марио, кто-то, короче говоря, сфотографировал его стол во время того, как он работал, и там рассмотрели палетку, которая выглядит точно так же, как вот эта, только она нюдового цвета, такого персиково-желтого, какого-то вот такого вот оттенка, и там тоже отблеск есть такой, KKW и Марио, и бьюти-сообщество просто сошло с ума, потому что все подумали, что нас ждет второй раунд коллаборации Марио и Ким, что выйдет еще одна палетка в их совместной коллаборации, мне очень интересно, что это будет, и будет ли это что-то вообще, может быть он сейчас работает, там тестирует эту формулу, тестирует оттенки, скорее всего все еще на очень такой сырой стадии, вряд ли там что-то готово, и в ближайшее время мы вряд ли это увидим, но тем не менее поживем-увидим, как говорится. Ну вот и все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, обязательно напишите, понравился ли вам вообще формат такого видео, и что для вас показалось наиболее интересным, чтобы вы дальше погуглили, поискали бы, может какие-то обзоры в интернете, что вас заинтересовало, перед уходом не забудьте подписаться на мой канал, это можно сделать вот здесь вот, если вы все еще этого не сделали, обязательно это сделайте, присоединяйтесь к нашему бьюти-сообществу, если есть еще несколько минут, можете посмотреть другие мои видео, которые вам сейчас YouTube предлагает, если вдруг вы их видели, то мы как обычно встретимся с вами в новом моем видео, через несколько дней. Субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok,